Херсон – один из символов народного сопротивления российским захватчикам. С первых дней полномасштабного вторжения армии РФ жители объединились в борьбе с оккупантами и в поддержке друг друга. Во время оккупации города жизнь херсонцев кардинально изменилась. В первых дней, когда это всё началось, мы где-то неделю приходили в себя, ничего не могли понять. Потом мне начали звонить мои друзья из-за границы и из других городов Украины с вопросом, чем нам помочь. Я не знала, чем помочь. Обратились к ближайшему окружению и нам сказали, что очень нужна помощь Херсонской больнице. Это были первые недели войны, шли бои за Антоновский мост. У нас было очень много раненых, особенно в больнице Лучанского. Так Наталья вместе с мужем стали волонтёрами. Минимум раз в неделю врачи давали им перечень необходимых лекарств. Друзья отправляли деньги на карту, а знакомые фармацевты продавали всё по списку. По такой же схеме помогали центру переливания крови. Если бы вы видели, сколько людей шли в это время в больницу и сколько они несли всего – еды, медикаментов, перевязочных материалов – вы не представляете. Я тогда в первый раз осознала, как я люблю свой город и как я люблю херсонцев. Херсонцы поддерживали друг друга во всём. По словам Натальи, в первую очередь это поднимало дух, который пытались сломать российские оккупанты. Вот представьте себе, что я с человеком не общалась где-то год. И тут он звонит и спрашивает, хлеба хочешь? А хлеба не было. Достать его было очень трудно. Говорю, хочу. Открывай, сейчас подъеду. И он просто привёз мне хлеба. Таких примеров я могу привести уйму. И все они помогали нам прийти в себя. Помогали приспособиться к тому, что происходит. Хотя приспособиться невозможно. Наталье позвонил её друг и коллега Игорь. Он также полностью погрузился в волонтёрскую деятельность. Вместе они решили объединить усилия. Так собралась команда единомышленников. У нас не было ни ресурсов, ни возможностей, ни знакомых. Мы решили начать с программы обмена детских вещей. Такой слоган «Имеешь – поделись, нужно – возьми». Обмен вещами, игрушками, всё, что касалось детей. Затем пошли запросы. Есть ли детское питание, памперсы, отдайте нам присыпку, лекарства. И мы начали подтягивать всё это остальное. Игорь Суркан – доктор филологии. Преподаёт в одном из университетов города. Также владеет туристической фирмой. На её базе было решено открыть благотворительный офис. В первые месяцы мы просто стучали и просили – помогите нам, пожалуйста. Откликались. И некоторые партнёры с нами до сегодняшнего дня, за что мы им очень благодарны. У некоторых после возникли сомнения, мол, вы тут в Херсоне остались, значит, вы уже всё, продались. Были проблемы в том, что нужно было переубеждать даже, что здесь люди, которые ждут ВСУ и живут в Украине. Потребности жителей во время блокады только росли. Штаб помогал не только детскими вещами, но и лекарствами, продуктами, средствами гигиены. Акцент делали на многодетных семьях и пенсионерах. Гуманитарные наборы развозили и в захваченные сёла, куда давали допуск российские оккупанты. У нас был обыск здесь, в офисе. Был обыск у меня дома. Забрали оргтехнику, машины. Немного поиздевались. Такое тоже было. Но об этом я не хочу говорить. Это личные. Все живы, все здоровы. Ясно, что мы закрывались. Но дело в том, что потом стал вопрос, как нам дальше работать в этой ситуации. Постоянно было запугивание, что арестуют. Меня все предупреждали. Звонили с просьбами не работать, не писать стихи, не публиковать стихи на украинском. Пугали постоянно. Был обыск. Но всё это мы пережили. Давайте лучше о счастье будем говорить. Я думаю, придёт время, и я буду говорить, что этот год был счастливым для меня. Потому что я делала то, что хотела делать. Я была среди тех людей, среди которых должна быть. Я чувствовала свою полезность. После освобождения Херсона от российских захватчиков волонтёры не прекращают свою деятельность. Работы только прибавилось. Пока мы работаем. Так как бизнес туристический, ясно, что застрял полностью. Преподавательской деятельностью я занимаюсь онлайн. Она есть. Ясно, что мы продолжаем. С Натальей уже неоднократно обсуждали. Давай это останавливать. Мы уже тоже все выдохлись. Но пока у нас есть возможность и ресурс, мы будем держаться. Каждый день местным жителям раздают несколько сотен гуманитарных наборов. К тем, которые собирают своими силами, добавились пакеты помощи от облы администрации. В то же время власти призывают жителей временно выехать из Херсона. Российские войска не прекращают вести хаотичный обстрел освобождённого города. Дарья Литовченко, Денис Синченко для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова